Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас кайт по закрытию комплектного подземелья охотника на демонов сети месяц Наталии. Давайте рассмотрим экипировку и сам билд. Что касается самих предметов, то здесь ваша фантазия абсолютно открыта. То есть нам нужен только сет Наталии, больше ничего. Ну и я предлагаю взять утреннюю звезду в куб или в руку, не столь важно, для того, чтобы ускорить восстановление нашего возмездия. Пепельный мунтир я взял, чтобы мой обстрел работал немножко дешевле, потому что обстрел огненная руна стоит. Ну и кольцо зодиака, это чтобы восстанавливались наши умения быстрее. Все остальные вербины предметы одевайте, какие захотите, главное максимизировать урон. Ну и из самоцветов я взял проклястья пельненных, зиев камень и гогок. Первые два для урона, а второе для скорости атаки и для кдр. Что касается умений, то начнем с пассивок. Пассивки нам тут в принципе нужны для ускоренного перемещения, больше по сути не важно. Я предлагаю взять тактическое превосходство и жаркая погоня. Это все для ускоренного перемещения. Теперь что касается урона. Берем возмездие с руны и бешенство. Это умение нам нужно для увеличения урона и для регенерации нашей ненависти. Ненависть нам нужно постоянно поддерживать на необходимом уровне, чтобы выполнить одно из заданий нашего комплектного подземелья. Ливень возмездия с руны и темное облако. Это умение, которое нам нужно здесь для выполнения одного из наших заданий. Комплектное подземелье взял я руну темное облако для того, чтобы увеличить время действия этого умения. Ну и чтобы оно, это умение, поржало, находило и поржало автоматически противника. Следующее умение это обстрел с руны огненной бури. Это умение, которым я буду быстрее восстанавливать свою линию возмездия. Огненная бури здесь используется, потому что есть у меня пепельный мудир, и оно мне будет использоваться гораздо экономнее в плане ненависти. Кульбит с руны пепельный след. Это опять-таки огненная руна, потому что есть пепельный мудир. Умение будет мне стоить дешевле. Ну и буду гораздо быстрее передвигаться. На изготовку с руны прилив сил это умение у меня нужно чисто для восстановления концентрации. Концентрация мне нужна, чтобы использовать силу тьмы с руной полет теней. Нам нужна эта руна в этом умении для того, чтобы ускорить наше перемещение по карте на 30%. А перемещение нам тут будет довольно-таки необходимо для успешного прохождения данного подземелья. Теперь давайте посмотрим, где находится данное подземелье. Мы отправляемся в первый акт, в подвал часовни Вортона. Выходим из подвала. И вот, при выходе ждет у нас портал. Что же нам тут надо сделать? Нам надо поддерживать наше умение ливень-возмездие полторы минуты и не допустить полного расхода нервности. Ну что же, давайте посмотрим, как я это сделаю. Что касается портала, то вы заходите в него и сразу прожимаете ливень-возмездие. Потом включаете обстрел и постоянно поддержите его активно. Этот обстрел будет восстанавливать ваше ливень-возмездие. Ливень-возмездие откатился, прожали его заново. И так делаете весь рифт. Во всяком случае, полторы минуты. Единственная тут будет сложность состоять в том, чтобы не забыть его прожать. Потому что так может впечатлиться поиск у монстров, что забудете прожать ливень. Это одна из возможных проблем. Больше проблем, я не думаю, что у вас возникнет. Ну и вторая задача, это чтобы не пропустить, точнее, не осадить вашу ненависть. Это надо поддерживать на постоянном умении и возмездие. Но арбалет, который мы взяли, будет нам в это помогать довольно-таки хорошо. Так что, если будете поддерживать умение и возмездие активно и постоянно, то проблем со вторым заданием у вас вообще не возникнет. Единственное, что от вас требуется в этом рифте, это держать глаза открытыми, чтобы не просить никаких монстров. Как сделать ее? Давайте посмотрим дальше. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, комментируйте, советуйте друзьям. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Я же приступаю к записи нового гайда. Это был Яков. Желаю всем удачного фарма. Пока.